Привет всем! Сегодня, как обычно, о новостях Германии и Европы. Начинаем! Сегодняшний выпуск начнем с погоды. Германию затопило на Рождество. В Германии продолжается дождливая погода, из-за которой жители некоторых городов Рождество столкнулись с подтоплениями. Так Руру вышел из берегов в некоторых местах земли Северной Рен-Висфалия. В Дузбурге из-за этого, в частности, утонула собака. Паре из города Хаттинген, который также находится в земле Северной Рен-Висфалия, к счастью, повезло больше. Мужчина и женщина в канун Рождества возвращались домой, когда прямо перед их машиной упало дерево. Через несколько секунд после этого порыва ветра не выдержало дерево позади их автомобиля. Пара чудом избежала травм. Эльба вышла из берегов в Гамбурге, Бремене и Бремерхафене. Уровень воды сейчас примерно на полтора метра выше среднего. Все больше опасений у жителей Нижней Саксонии. Дамбу в Ганноверском районе Риклинген закрыли, а река Бики превратилась в бушующий поток. Проливные дожди преобладают и на востоке Германии. В Дрездене из-за наводнения закрыли доступ к набережной Эльбы. И пока час Германии борется с непогодой, в Берлине 30 тысяч человек собрались на стадионе, чтобы спеть рождественские песни. И посмотрите, как красиво у них это получилось. Но не обошлось Рождество и без неожиданностей. В Германии пьяный Санта-Клаус врезался в дом, развозя подарки. В немецкой земле Тюрингия у мужчины, переодетого Санта-Клаусом, ночью полицейские отобрали водительские права. После того, как он не совсем трезвый попал в ДТП, пытаясь развозить подарки по городу Мюльхаузен. Полиции отметили, что фасад дома был серьезно поврежден, однако рождественские подарки, принадлежавшие Санта-Клаусу, не пострадали. Несмотря на данное происшествие, Санта-Клаус объявил, что подарки будут доставлены на следующий день. И пока Германия решает свои внутренние проблемы, глава МВД Германии высказалась об угрозе исламистских терактов. Германия не даст себя запугать, именно так сказала она. По словам главы немецкого МВД, реакция на возможный план нападения исламистов на собор в Кёльне свидетельствует о том, как серьезно органы безопасности воспринимают такие риски. Она подчеркнула, что федеральное правительство и правительство земель используют все ресурсы для предупреждения опасности и реагирования на каждое подозрительное сообщение. Накануне стало известно, что в Австрии были арестованы несколько человек по подозрению в подготовке терактов в церквях в Кёльне, Вене и Мадриде во время рождественских богослужений, за которыми, вероятно, стоит исламистская группировка. На фоне угрозы полиция усилила меры безопасности в Кёльнском соборе. И слава Богу, все прошло хорошо. А тем временем Венгрия решила понаступать Германии на пятки. В Венгрии построили самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Недавно на западе Германии открыли подвесной мост длиной 665 и высотой 100 метров. Он стал самым длинным свободно несущим подвесным пешеходным мостом в мире. Теперь Венгрии хотят побить германский рекорд. В 250 километрах к северо-востоку от Будапешта. Почти построили подвесной пешеходный мост между двумя вершинами горного массива Земплиске-Врхи. Его длина составит почти 800 метров. В середине будет стеклянный пол. Мост откроют уже в начале 2024 года. Но не только этим может начаться 2024 год. 2024 год может начаться в Германии с масштабных забастовок. Три основные отрасли промышленности угрожают забастовками в январе. Аграрии, машинисты и грузоперевозчики. Аграрии. Сельскохозяйственное дизельное топливо подорожает, а налоги на транспортные средства растут. Ассоциация фермеров призывает к протестам с 8 по 15 января с финальным митингом в Берлине. Машинисты. Машинисты поездов требуют увеличения зарплат и уменьшения рабочих часов. Руководители профсоюза объявили о забастовках продолжительностью до 5 дней, начиная с 7 января. Будут затронуты поезда и городская железная дорога. Грузоперевозчики, помимо прочего, они недовольны только что увеличенным количеством дорожных сборов. Руководство профессиональной ассоциации заявило о солидарности с фермерами. Есть вероятность, что к забастовке присоединится и ресторанный бизнес. Вот такая, друзья, ситуация. А вот еще один момент, к которому должны быть готовы немцы и жители Германии. Германии предложили поднять подоходный налог ради Украины. Власти Германии могут увеличить подоходный налог в стране, чтобы еще больше поддержать Украину военными поставками. Именно так заявила член экономического совета при немецком Кабмине Моника Шницер. Особые события требуют особых мер. Ответом на этот вызов могла бы стать надбавка за солидарность с Украиной к подоходному налогу на военную помощь. Именно так сказала Шницер. По ее словам, это непопулярное решение, однако сейчас пришло лучшее время для подобных мер. Подоходный налог Германии составляет от 0% до 45% в зависимости от зарплаты. И я не думаю, что это заявление понравится жителям Германии. И пока немцы отходят от шока после нового налога, самым популярным политиком Германии стал министр обороны Борис Писториус. Пробыв на своей должности менее года, министр обороны ФРГ Борис Писториус занял первое место в главном ежегодном рейтинге политиков. Писториуса поддерживает 42% респондентов. Больше, чем кого бы то ни было. При этом министр обороны набирает голоса далеко за пределами своего лагеря. Его поддерживает не только 55 избирателей СДПГ, но также 56% избирателей Союза, 58% избирателей зеленых и 48% избирателей СВДП. Сразу за Писториусом идет прошлогодний победитель, глава ХСС Маркус Зедерг. На третью строчку рейтинга с результатом в 33% одобрения избирателей поднялся лидер ХДС Фридрик Мерц. В прошлом году канцлер Олаф Шольц был на третьем месте, однако теперь опустился на 12-е. Его работу одобряют лишь 26% респондентов. По сравнению с прошлым годом он потерял 10% пунктов.